Почему автомобили, которые так дешево стоят в Грузии, становятся такими дорогими в России? Российская таможня. Она берет пошлину иногда размером со стоимостью машины в Грузии. Как избежать российской таможни? Как сделать ввоз автомобиля дешевле? Об этом мы расскажем в видео. В этот раз мне нужно было попасть в Ереван по делам, а ребята как раз перегоняли фольксваген на растаможку в Армению. И я к ним присоединился. Меня зовут Сергей, я из Екатеринбурга. Вот приехал к Артему за машиной. Именно эта машина. Расскажи что-нибудь про машину. Слушай, ну искали хороший вариант, не битый, не крашеный. Нашли максимально идеальный вариант по нашим критериям. То есть вот автомобиль фольксваген посад 17 года. У него крашеный капот, покрашенное крыло. Покрашено очень неплохо. То есть по всем меркам, то есть для России это как бы пойдет. То есть покрашено очень хорошо. Ну вся в родной краске, кроме вот этих двух элементов. Салон в идеальном состоянии, пробег минимальный. Вот по этим критериям мы выбрали этот автомобиль. Слушай, а что в Екатеринбурге машин нету? Зачем ты так далеко ехал? В Екатеринбурге нет машин с маленьким пробегом. То есть есть такие же варианты, но пробег будет 150. Сначала не верил, что в принципе возможно подтащить машину загранки, потому что у нас давно уже никто не таскает. И когда вот этот бум начался, я совершенно случайно связался с Артемом. Вот он предложил, ну рассказал точнее, что есть очень хорошие условия по покупке автомобиля. Вот. Честно сначала не поверил. Вот. Поэтому решил сам проверить. То есть я сам живу в Екатеринбурге, в академическом районе. Занимаюсь машинами долгое время. Вот. То есть приехал, сам лично посмотрел автомобиль и ну более чем был удивлен, если честно. После этого мы никак не могли пересечься с Артемом, чтобы записать его комментарий. Чтобы он мог рассказать, сколько что стоит и в какой последовательности нужно все делать. Но недавно нам все-таки удалось договориться и мы встретились. Я пришел в гости к Артему. Привет. Привет. С вами Василий Воинов и вы на моем канале. Прошлый выпуск моего блога вызвал небывалый ажиотаж. Мы его снимали вместе с моим другом Артемом, который занимается покупкой и продажей автомобилей из Грузии. Это будет последний выпуск с Артемом на моем канале. И посмотрев его, вы поймете почему. Апсина. Ты псина, что ли, у меня? Норма. Я занимаюсь подбором автомобилей, я занимаюсь таможней автомобилей в Армении, постановкой на учет в Армении и так далее. То есть там мы полностью всю процедуру делаем. После прошлого выпуска было много вопросов о стоимости услуг Артема. И я попросил его озвучить конкретные суммы. За подбор автомобиля здесь в Грузии я беру, как правило, ну если это обычная машина какая-то там среднестатистическая, которая популярная, которых достаточно много здесь, которые есть хотя бы из чего выбирать. За такие машины я беру, как правило, 300 долларов. А если говорить про более какие-то сложные случаи, то есть это может быть какая-то редкая модель, которую надо там прямо ездить, там долго искать, смотреть, там согласовывать. Или искать там дорогая или более ответственная модель. Тут уже, конечно, все это согласовывается индивидуально по поводу стоимости подбора. По поводу растаможки в Армении сразу скажу, что тут будут расходы на юрлицо, потому что максимально выгодно там может быть машину, как правило, именно через фирму. Потому что у юрлица и у физлица совершенно разные тарифы могут отличаться там и в два, и в три раза по стоимости. И за свое сопровождение всей сделки по Армении я тоже беру деньги. То есть, как правило, я тоже беру 300 долларов за автомобиль. В Армении машины там может, если мы говорим про юрлицо, не как в России, ну, выгодно, например, там, да, в России везти машину, как правило, там от 3 до 5 лет и с небольшим объемом двигателя. А в Армении объем не настолько играет ключевое значение. Тут больше по Армении оценочная стоимость, которая прописана в таможне Армении. То есть, например, они могут понимать, что, предположим, какая-нибудь там KIA Optima 2019 года может, конечно, стоить там она и 15 тысяч долларов, а может она стоить, например, там и 8 тысяч долларов. Да, ну, предположим, то есть я сейчас так абстрактную цифру говорю. Все же как делают? Они полную стоимость, когда в Грузии оформляют, не пишут. Но, опять же, если мы, например, напишем, что она стоит 5 тысяч долларов, то армянская таможня, само собой, этой цифре не поверит. Армянская таможня зайдет в свои таблицы, посмотрит, что такая машина минимум может стоить 8 тысяч, там, 200 долларов. Соответственно, она будет вот эту стоимость поднимать. А если мы, например, напишем, что мы купили за 15 или 20 тысяч долларов, то, соответственно, они уже будут таможенный тариф исчислять именно с этой цифры. То есть много писать нельзя, но, опять же, очень мало тоже писать не стоит. Оплачивается таможня сама в драмах, то есть вот эту цифру начисляет сама таможня, и как бы таможню обмануть нельзя. Если ты не разбираешься, то лучше обращаться просто к поверенным людям, вот и все. Человеку нужно, если не сильно углубляться вот в эти все цифры и так далее, просто обратиться к специалисту, который в теме, который ему подскажет, как выгодно таможить на юрлицу или на физлицу, или вообще, например, на прямую в Россию везти такой автомобиль. Это достаточно большая работа просто взять и растаможить машину в Армении. Она состоит из нескольких этапов. То есть сначала мы должны правильно оформить машину в Грузии. Это ключевой момент, что касается стоимости, которую мы пишем в договоре. Вот, если мы напишем неправильную стоимость, то мы проиграем в деньгах. Это раз. Второе. Нужно после того, как мы правильно все оформили, поехать на границу, пересечь границу, заплатить на границе пошлины и получить транзитную декларацию. То есть в зависимости от того, через какой пропускной пункт мы будем заезжать, нас направят на ту или иную таможню. Чаще всего мы таможимся либо в городе Ванадзор, как вот в ситуации с Вольцвагеном. В советском Закавказье был город Кировакан на Памбакрике. Один из крупнейших в союзе гигантов химической индустрии. Расположенный в 120 километрах севернее Еревана. Сейчас это город Ванадзор. Третий по величине – город Армении. 90 тысяч жителей. Либо в городе Гюмри. Гюмри – это второй по численности населения город Армении. Очень красивый город. Если что, рекомендую там тоже побывать. Валерий Кирпич. Валерий Кирпич. Валерий Кирпич. чаще всего мы едем днем-вечером, чтобы просто спокойно приехать в город, в котором мы будем таможиться, заселиться в отель, переночевать и с самого-самого утра быть уже на таможне. Если ты делаешь все правильно, то ты на таможне будешь, скажем так, в первых рядах. Простой человек в первых рядах, скорее всего, не будет, если он просто приедет левый с улицы. Такое лучше, наверное, не вставлять. И чаще всего до обеда мы успеваем пройти все таможенные процедуры. После того, как мы прошли таможенные процедуры, нам сделали, выдали таможенные транзиты, мы их клеим. Обязательно их нужно будет вписать в армянскую страховку. Почему? Потому что, кстати, многие не знают, то, что ты когда оформляешь вот эту временную десятидневную страховку на границе, тебе вписывают туда грузинские транзиты. После того, как ты их меняешь на армянские транзиты, в обязательном порядке нужно внести изменения в страховой полис. Потому что езда без страховки, либо с недействительной страховкой, это 100 тысяч драм. А 100 тысяч драм на минуточку это 250 долларов, как с куста. До обеда мы автомобиль таможен, а после обеда, уже с таможенными транзитами, мы выезжаем в местное ГИБДД. Как правило, мы делаем это все в городе Гюмри. Если мы находимся в Ванадзоре и растаможились в Ванадзоре, то до Гюмри ехать примерно час по времени. Если мы едем на Ванадзор, то с Тбилиси до границы мы едем примерно часа полтора, это где-то в районе 80 километров. А потом, после того, как мы пересекли границы и получили сопутствующие документы необходимые, уже по горным серпантинам мы приезжаем в Ванадзор. Там заселяемся в гостиницу, ночуем и с самого утра на таможню. После того, как мороз таможились, мы попадаем в местное ГИБДД. Там мы проходим еще один осмотр экспертом. После этого все данные заносится в базу и мы получаем, делаем постановку снятия одним действием. Получаем тем самым справку о снятии с учета автомобиля в Армении и уже финальные транзитные номера, которые будут и в России в том числе. После того, как мы получили вот эти вот армянские транзиты, мы едем в любом случае через Грузию домой в Россию. И когда мы заезжаем на грузинскую сторону, мы платим еще одну пошлину. Это будет уже последняя пошлина. Стоит эта пошлина 51 лари. Это за транзиты. Вот даже если тебе надо в Грузии находиться там 3 часа или там 5 часов, то что мы там с Арменией сразу поехали, например, на Верхний Ларс. Там 6 часов, предположим, дорога занимает. Но все равно эти деньги нужно отдать, потому что на армянских транзитах ты не можешь пересечь Грузию, но никак. И потом уже, когда мы пересекаем грузинскую сторону и подъезжаем к Верхнему Ларсу в транзитной зоне, мы снимаем эти грузинские транзиты и заезжаем уже на российскую сторону на армянских. И вот эти вот армянские транзиты у вас будут до последнего момента, до постановки машины на российский учет. Ну и спрашивается, такой долгий путь мы проделали. Зачем вот этот геймрей нужен? Как пример, возьмем один из популярных моделей на сегодняшний день, которые покупают здесь в Грузии, везут в Россию в не высоком бюджете. Предположим Kia Optima. Возьмем, в частности, 19-й год. 19-й год это один из самых недорогих годов для таможни напрямую в Россию, потому что машина попадает в категорию от 3 до 5 лет, там самый низкий тариф. Но давайте посчитаем. Предположим Kia Optima 2019 года с мотором 2,4 литра. В Россию заедет и растаможится, если цифры не путают, то в районе 7,5 тысяч евро. Вот. Плюс вы заплатите таможенному брокеру в любом случае. А если мы покупаем машину здесь в Грузию и везем не напрямую в Россию, а делаем документы на Армению, там можем ее в Армении и потом уже введем в Россию, вот таким вот с одной стороны нелегким путем, но с другой стороны достаточно выгодным, то у нас получается аналогичная машина по таможне будет в 4100 долларов. Это вот на начало 23-го года вот такой вот тариф у нас. Ну сравните 7,5 тысяч евро и 4100 долларов, как разница достаточно существенная. Но самое главное еще не перепутать, потому что некоторые люди не совсем понимают, они слышали, что в Армении вроде бы выгодно таможить, но не знаю, как это сделать. Конкретно такую машину нужно везти однозначно через Армению и через юрлицо, потому что если вы перепутаете и сделаете это все дело на физлицо, то тариф у вас будет гораздо выше. На самом деле мы таможим машину на Армению достаточно часто, то есть один или даже два раза в неделю мы бываем в Армении, везем по несколько автомобилей заходку. Соответственно, вот эти все нюансы, конечно же, знаем. То есть как таможить, что таможить, какую стоимость прописывать, какие последовательность действий и так далее. То есть тут ошибиться будет сложно. Достаточно много находим хороших вариантов здесь в Грузии, но находить эти варианты все равно достаточно сложно. В частности, потому что машины многие сильно битые бывают, да, ну примеров достаточно. Именно поэтому я решил начать заказывать машины с Америки. С Америки я заказываю машины с небольшими повреждениями, которые будет потом не стыдно продавать, в том числе и в России, потому что в России покупатель, скажем так, более придирчивый, чем вот здесь на Кавказе. И в данный момент, например, на вот эту вот минуту у меня пять автомобилей на подходе из Америки должны быть эти машинки уже в марте. Ждать осталось недолго. Я взял несколько популярных моделей. Взял два Kia Soul 2017 и 2018 года выпуска. Один из этих Kia Soul, кстати, без кузовных повреждений. У него механическое повреждение. Ну, эту проблему мы устраним. В любом случае будем продавать машину в исправном виде. На самом деле мне многие говорят, что мне пора с теми знаниями и умениями, которые я здесь применяю в Грузии, делать уже свой YouTube-канал. Но, честно, все было некогда, некогда, некогда. Потому что, правда, работы много. По несколько раз в неделю ездить в Армению и подбирать еще параллельно машины, это по времени очень затратно. Но я решил, что все-таки надо уже двигаться в этом направлении и уже будем сейчас создавать собственный YouTube-канал. На него, я думаю, что Василий оставит ссылку любезно. Вот она будет где-то вот здесь или вот здесь или вот. Ну, пусть будет она здесь, например. Так что все, пожалуйста, переходите на мой канал. Кому интересна вот эта вот автомобильная тематика. Тем более, что в первом выпуске я буду рассказывать про вот эти вот пять автомобилей, которые у меня сейчас на подходе. Почему я их купил, за сколько я их купил, чем они выгодно отличаются от большинства автомобилей, которые продаются здесь в Грузии и в Армении. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось и подпишитесь на новый канал Артема. Он действительно крутой специалист в своем деле.